Всем привет! Азбука спорта – это увлекательное путешествие в мир здорового образа жизни. Никакой скуки, только позитив, энергия и драйв. Стремимся стать лучше, сильнее, здоровее вместе. Сегодня в Азбуке спорта. Функциональный тренинг со степ-платформой. Твоя задача – взяться двумя руками за край платформы и одновременно, отталкиваясь ногами, ее перепрыгнуть. Мастер-класс по тайскому боксу. Удары руками. Мы становимся в стоечку с вами и пробиваем левую сбоку, правую сбоку. А также яркий, полезный и почти ягодный салат с инжиром и горгонзолой. Есть упражнения, которые укрепляют конкретные мышцы тела. А есть те, что одновременно развивают и силу, и выносливость, и координацию движений. Собираем в копилку именно такие и выполняем функциональный комплекс. Всем привет! Сегодня мы будем выполнять функциональный комплекс, который состоит из трех упражнений. Этот комплекс направлен на развитие выносливости силы и подвижности вашего ребенка. И первое упражнение мы называем «складка». Задача такая – ты упираешься руками в платформу, отталкиваешься ногами и стараешься в воздухе сделать складку. При этом ноги должны максимально близко находиться возле платформы. Вторым упражнением мы делаем перепрыгивание через платформу. Твоя задача – взяться двумя руками за край платформы и одновременно, отталкиваясь ногами, ее перепрыгнуть. Но делаем это без остановки. Раз, два. И третьим упражнением мы сделаем отжимания от платформы, при этом мы будем отталкиваться и руки разводить в стороны. Делаешь отжимания, отталкиваешься, руки в сторону и обратно. Комплекс выполняем следующим образом. Первое упражнение – делаем шесть повторений. Потом сразу же переходим на прыжки. Их делаем 12 прыжков. И в конце делаем пять отжиманий с отталкиванием от платформы. Это один круг. Наша задача – работать три минуты. А самое главное – за эти три минуты сделать максимальное количество кругов. Да, знаю, звучит сложно, но попробуйте выполнить такой комплекс, и вы поймете, в чем дело и в чем секрет. В первый раз, возможно, с ребенком у вас получится сделать три круга. Но когда он втянется, в следующий раз уже это может быть пять кругов. И каждый раз надо стараться улучшить свои показатели. Итак, для развития силы, выносливости и ловкости ребенка используйте предложенный функциональный комплекс упражнений. Для их выполнения понадобится довольно высокая степ-платформа. Один круг функционального комплекса состоит из шести повторений первого упражнения – 12-ти второго и пяти отжиманий в третьем. Упражнения выполняются без пауз для отдыха. Повторяйте круги в течение трех минут, стараясь выполнить за это время как можно больше их количества. Прямой, боковой и классический апперкот – именно эти удары руками из арсенала тайского бокса – мы готовы показать вам на сегодняшнем мастер-классе. Будьте внимательны. Всем привет! Сегодня мы с Ульяном покажем удары с рук, которые используются в тайском боксе. И начнем мы с прямых ударов. Мы становимся в бойцовскую стойку и с нее пробиваем два прямых удара. Прямые они называются, потому что они выпрямляются в локтевом суставе и наносятся максимально узко, чтобы локти не задирались. В нашем случае мы будем отрабатывать его на лапах боксерских, чтобы хорошо закрепить и Ульяна могла почувствовать, как правильно наносить удар. Следующий удар, который мы изучать и показывать будем, он называется апперкот, который наносится снизу. Мы становимся в боксерскую стойку. Наносим его между рук. Один и второе. Левой ручкой и правой. В каждый удар мы обязательно делаем выдох, потому что дыхание тоже неотъемлемая часть в ударе. И на завершение мы покажем удар, который называется боковой. Мы становимся в стойку с вами и пробиваем левую сбоку, правую сбоку. Очень важный момент в ударе сбоку, чтобы ваш локоть находился не на одной линии с кулаком, а чуть-чуть повыше, чтобы избежать травмы большого пальца. Все эти удары можно отрабатывать как на груши, так и перед зеркалом, так и на лапах. В чем плюс работы с тренером на лапах? В том, что он может в момент работы сразу корректировать вас, исправлять ошибки. Также можно двигаться вперед-назад, а не на мешке стоять просто, ну, с места пробивать. Работа в движении, подключается работа ног. То есть очень хорошая работа, которая дает очень большую пользу. Если инжир и тыкву считать ягодами, то сегодняшний салат можно назвать ягодным. В него мы добавим еще виноград, голубику и томаты черри. Все ботанические споры идут к единому кулинарному выводу. Как этот салат, не назови, он получается очень вкусным, ярким и полезным. Тыкву называют и овощем, и ягодой. Инжир, с точки зрения ботаников, вообще группа соцветий под оболочкой, хоть и имеет название винной ягоды. С ягодной родословной винограда, томатов и голубики вопросов нет. Бесспорная и огромная польза каждого из этих продуктов. Соберите их в одной тарелке, добавьте свежую зелень, оттяните вкусом благородного сыра, и вот на вашем столе потрясающая витаминная бомба. Итак, начнем с самой крупной ягоды из нашего набора. Нарезаем тыкву на кусочки среднего размера. Добавляем оливковое масло, соль, перец и сушеные прованские травы. Перемешиваем, выкладываем на пергамент и отправляем в разогретый до 200 градусов духовой шкаф минут на 15-20. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. Нарезаем инжир на крупные дольки. Добавляем немного меда, соевого соуса, сухих прованских трав и молотого перца. Перемешиваем, выкладываем на пергамент и запекаем при температуре 180 градусов 5-7 минут. Затем разрезаем пополам томаты черри и виноград. Выкладываем ягоды в листья рукколы и туда же добавляем кусочки запеченной тыквы. Готовим заправку. Смешиваем небольшое количество меда, бальзамического уксуса и соевого соуса. Добавляем оливковое масло и тщательно перетираем, добиваясь однородной структуры. Немного соли и молотого перца, и заправка готова. Аккуратно перемешиваем рукколу с тыквой, черри и виноградом и перекладываем в сервировочную тарелку. Добавляем запеченные дольки инжира, кусочки горгонзолы или дорблю. Поливаем медовой заправкой и доводим до совершенства ягодами голубики. Этот потрясающе вкусный и столь же полезный салат наверняка станет для вас традиционным. Он идеален для восстановления сил после интенсивной тренировки или в качестве легкого ужина. Для совсем юных гурманов горгонзолу можно заменить на менее пикантные сорта сыра или творог. Приятного аппетита! Детям тоже нужен фитнес. Мы начинаем с малого и обязательно достигнем главного – отличного здоровья и хорошего настроения. Давайте изучать азбуку спорта вместе. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!